Можно про вычет по ИИС поподробнее. Запоминайте сами и друзьям расскажите. Жизнь штука, знаете, непредсказуемая. И это такая небольшая лазейка в случае развода. Намекаю. Почему растет Китай и ждать ли рост дальше? Обычно там где-то от 50 до 80% доходности. Всем привет, вы на канале Лана Инвест, меня зовут Лана Нагорная, и эта рубрика «Есть вопрос». Вы спрашиваете обо всем, что хотите узнать. Фондовый рынок, ценные бумаги, криптатам и прочее. А я отвечаю максимально просто и понятно. Ну что, не будем терять времени зря, начинаем. И ваш вопрос. Можно про вычет по ИИС поподробнее. Не имеет значения, сколько дней был открыт счет. Нужно ли обязательно купить акции. Можно ли снять деньги. Повлияет ли это на вычет. Давайте совсем на простом. ИИС это такая копилка для взрослых. У детей там фарфоровые свинки, зайки, кошечки. У взрослых это ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет. Потому что детство кончилось, копить в свинках уже не комильфо. Да и суммы хотелось бы видеть повнушительнее. И так, ИИС это особый брокерский счет с налоговыми льготами от государства. А теперь, ребят, внимательно. Запоминайте сами и друзьям расскажите. Открыть можно только один ИИС и только налоговому резиденту РФ. Минимальный срок владения 3 года. На ИИС можно не только держать деньги, но и покупать на них акции, облигации, золото и другие финансовые инструменты. Максимальный размер ежегодного взноса 1 миллион рублей. Валюту пополнения это только рубли, но на счете можно держать доллары. ИИС бывает двух типов А и Б. Тип А – это для тех, кто получает официальный доход и платит налоги. Вы можете оформить возврат 13% от внесенной суммы. То есть ежегодно, например, пополняя счет на 400 тысяч рублей, вы вправе вернуть себе 52 тысячи в год, но не более. Хотя это и так отличный бонус, скажите. А если к этому прикупить, например, облигации с доходностью 8%, то еще и депозит можно увеличить. Тип Б – это для ИП, для самозанятых и для тех, у кого нет официального дохода. С такими ИИС можно не платить налог с биржевых сделок. Ежегодно вносите 1 миллион рублей, торгуйте себе спокойно, налог не платите. Красота. Главное правило при работе с ИИС – деньги 3 года выводить нельзя. Вот ни копеечки. Иначе придется все льготы обратно к государству возвращать. А не для того мой ИИС открывался, как говорится. Так, и напоследок вам лайфхак. Открывать ИИС выгоднее всего в декабре. Например, если бы вы внесли в декабре 2022 года 400 тысяч рублей, то уже в январе 2023 получили бы свои 52 тысячи. Год ИИС у вас бы уже прошел. То есть 2023 был бы вторым годом, а 2024 – третьим. Ну, круто, круто. Так, с вас лайк и подписка. А я серьезно, подписывайтесь, давайте и жмите на колокольчик. НСЖ и ИСЖ. Что это такое? Просто как хорошо, что наконец-то об этом кто-то спросил. Так, сразу скажу, я в принципе к страхованию отношусь очень хорошо. Жизнь – штука, знаете, непредсказуемая. И принцип «со мной этого точно не случится» – не для меня. Я лично привыкла риски просчитывать, особенно в таких вопросах, как жизнь, как безопасность. Так, теперь про НСЖ и ИСЖ. Смотрите, обычное страхование жизни работает так. Вы заключаете договор на определенный срок и платите взнос. Если за время договора с вами, не дай бог, что-то случится, то вы или ваши близкие получите выплату. Обычно во много раз больше, чем ваш взнос. Если же ничего не произойдет, то ваш взнос просто станет доходом страховой. У ИСЖ и НСЖ другие правила. Там вы платите большие суммы, но потом их возвращаете и, возможно, даже с процентами. Смотрите, накопительное страхование жизни или сокращенно НСЖ оформляют, чтобы одновременно и застраховать жизнь, и гарантированно накопить крупную сумму. Например, на покупку квартиры или на образование ребенка. То есть вы как бы бесплатно кредитуете компанию, а она вас бесплатно страхует. НСЖ не решит проблему с инфляцией. Оно для тех, у кого есть время и терпение, кто готов долго копить и не рассчитывает на большие проценты. А вот инвестиционное страхование жизни или ИСЖ чаще всего оформляют именно ради дохода, а не для страховой защиты. Вот в этом случае вы как бы бесплатно кредитуете компанию, а она страхует вашу жизнь и делится с вами прибылью, которая получила от вложения ваших же денег. То есть если вам надо накопить некоторую сумму меньше, чем за 5 лет, и при этом получить приличный доход, то ИСЖ это ваш вариант. Идеально подходит тем, у кого много свободных денег и желание их прибыльно, знаете, во что-то вложить. ИСЖ это такой своеобразный вклад на 3, ну на 5 лет со встроенной функцией страхования жизни. Но только с более высоким потенциальным, а это, кстати, очень важно, доходом. Естественно, есть свои нюансы. Во-первых, прибыль. Если вы думаете, что страховая отдаст вам всю прибыль, которую заработает благодаря вашим взносам, то закатываем обратно. Обычно там где-то от 50 до 80% доходности. Поэтому фактическая доходность ИСЖ точно будет ниже, чем в красивой рекламе. Во-вторых, убытки. Если вдруг инвестиции оказались убыточными, то все возмещает страховая компания сама из своих стресс. Так написано во всех договорах. А по ИСЖ получить убыток нельзя. Если вы не расторгаете договор досрочно, то худшее, что может случиться, это просто нулевая доходность. Тогда компания просто вернет сумму ваших взносов в конце срока договора. А вот инфляцию за эти годы вам никто не компенсирует. В-третьих, страхование. ИСЖ это не вклад. Поэтому и система страхования вкладов с ним не работает. То есть при отзыве лицензии страховая компания должна расторгнуть договор и вернуть полученные взносы. Либо переуступить ваш договор. Если страховая не сделала ни того, ни другого, вам придется идти в суд. Поэтому важно выбирать надежную компанию. Иначе можно потерять все, что вы внесли. И последнее. Прибыль. Доход по ИСЖ не гарантирован. Он, конечно, может быть и 20, и 50, и даже 100% в год, как обещает, конечно же, реклама. Но может быть и 1%, и 0%. Причем за все 5 лет. Об этом в рекламе обычно умалчивается. Но есть и плюсы. Смотрите. При оформлении НСЖ и ИСЖ можно получить налоговый вычет и вернуть налог в размере 13% от суммы взноса. Правда, это актуально только для тех, кто платит НДФЛ. Так, накопленные взносы НСЖ и ИСЖ при разводе не подлежат разделу, взысканию по суду и по аресту. То есть, если вы разводитесь, то все взносы по НСЖ или ИСЖ будут принадлежать только тому, кто заключил договор страхования. И это такая небольшая лазейка в случае развода. Намекаю. Так, вывод опрашивается такой. На фондовом рынке более чем достаточно консервативных вариантов, ну где можно получить хорошую доходность. Там те же облигации, например. Выбирать, во что инвестировать, только вам. Главное, чтобы копить и приумножать, было безопасно для ваших денег и нервов. Если хотите сделать это действительно грамотно, советую подписаться на мой телеграм-канал «Богач на прокач». Там вы найдете достоверные биржевые новости, анализы и прогнозы фондового рынка, торговые идеи и рубрику по покупке ценных бумаг в мой долгосрочный детский портфель. У нас там целая комьюнити инвесторов и трейдеров. Кто по крипте, кто по облигациям, кто по американскому рынку в долгую. В общем, вы точно найдете то, что понравится именно вам. Ссылка под этим видео. Жду вас в чате миллионеров. Почему растет Китай и ждать ли рост дальше? Смотрите, в течение всего прошлого года акции китайских компаний показывали прям худшую динамику на мировых рынках. Прямо тот самый двоечник в классе на задней парте. Но в ноябре 2022-го все неожиданно вдруг изменилось. И теперь местные индексы демонстрируют максимальный рост. Например, индекс китайских техов NASDAQ Golden Dragon China выбился в ноябре в чемпионы и показал рост более 38,5%. А это на минуточку. Максимальный месячный перерост за все 17 лет его существования. Как тебе такое, Илон Маск? Кстати, этот китайский индекс получил персональную звезду от Морган Стэнли. Впервые с января 2021 года ребята советуют, мол, хорошие сапоги надо брать. Так, на чем растем? Ну, во-первых, китайские власти отменили практически все антиковидные ограничения. Это несмотря на сохранение серьезных рисков. Видимо, недавние протесты сделали свое дело и помогли властям изменить свое мнение. Во-вторых, начались меры поддержки для сектора недвижимости. А это первый звоночек, что пора бы и об экономике наконец подумать. Глава Центробанка прям не заставил долго ждать и заявил, что основное внимание теперь будет уделять росту экономику, а не ковиду. В-третьих, после последней встречи Си и Байдена появились такие надежды на улучшение китайско-американских отношений. Что делать сейчас? Нужно ли срочно покупать Китай? На мой взгляд, не все так гладко и риски все еще сохраняются. Вот смотрите сами. Экономический рост в Китае сильно зависит от масштаба ограничений. А в Китае с ковидом, ну, не шутить. Чуть что, сразу локдаун и каждый раз китайская экономика делает паузы в развитии. Темпы восстановления экономики будут медленнее. Не зря же аналитики постоянно понижают прогнозы роста ВВП на 23 год. Инвестор должен принимать этого внимания. Еще момент. Внешняя торговля Китая не в лучшей форме. Например, в ноябре экспорт упал больше, чем на 8,5%. Импорт более, чем на 10,5%. А это худший результат с 2020 года. И туда же геополитика. Куда же без нее. Ситуация с Тайванем пока на паузе. Но вопрос там по-прежнему остается открытым. То есть, в любой момент ситуация может обостриться. А это совсем не на руку китайским акциям. Вывод. Несмотря на то, что за последние пару лет китайский рынок понес большие потери, о полноценном развороте говорить пока сложно. Ослабление ограничений и стимулирование экономики может, знаете, оказать среднесрочную такую поддержку рынку. А вот для долгосрочного роста нужны более убедительные сигналы. То есть, снятие ограничений, например. Глобальная поддержка от государства. Ну и более понятные геополитические перспективы. А у меня на этом все. С вами была я, Лана Нагорная и рубрика «Есть вопрос». Жду ваши вопросы. Пишите их тут или в комментариях под последним постом на моей странице в Инстаграм. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, там колокольчики, вот это все. И обязательно посмотреть другие мои видео. Всем пока.